Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и мы продолжаем следить за новостями Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Единый платежный документ. В чем его особенности? Платила в прошлом месяце, я платила 2 900, а сегодня они мне выставляют сумму 4 800. Общественная палата Ленинского округа готовится к переизбранию. Я считаю, что моего мнения не хватает именно в общественной палате, как предпринимательского. В историко-культурном центре прошел краеведческий семинар. Кто, скажи, устроит лучше жизнь тяжелую твою? Я ответила, Дарья, самскую. Единый платежный документ. Удобство или сплошная головоломка? Жители домов, которые обслуживает муниципальная управляющая компания, считают такой документ проблемой. В марте от управляющей компании и Мособл ИРЦ им пришли квитанции с удвоенной суммой. Теперь люди пытаются разобраться в ситуации. С ними это сделала и наш корреспондент Юлия Пагасьян. Ведь это не единственный вопрос в связи с новыми правилами. В Винновском отделении Мособл ИРЦ такие очереди теперь это норма. Люди возмущены. Они намерены разобраться, почему организация теперь в платежках хочет снять с них дополнительные деньги. Объем электроэнергии, общедомовых расходов в январе была одна сумма, один объем киловатт. На 33% в феврале больше. То же самое по отоплению. По телевизору мы слышим, что зима теплая и будет снижение расходов по отоплению. Ничего подобного нет. Увеличение. Несколько лет назад жители тогда еще Ленинского района стали получать две коммунальные квитанции. Одну от управляющей компании. Там указаны все основные услуги. Вторую от Мособл ИРЦ. В ней прописана оплата за капитальный ремонт многоквартирных домов и за вывоз твердых ботовых отходов. Долго люди не могли разобраться, почему теперь жировки две. Но с горем пополам процесс был отлажен. Правда, до недавних пор, пока ситуация окончательно не запуталась. Я каждый месяц хожу, второй уже год. Когда это будет предел? Когда это будет предел? Предел и когда вы наведете порядок здесь? Мы вас все просим. Пенсионеры ходят. Вот я сейчас пошла. Я не поняла. Я так и не поняла, за что я сейчас буду платить 8 чем-то. Я вчера была, вчера отфутболили, сказали, что если не оплатите все, вот то, что как по квиточку пришло, на меня еще штраф наложат. Сегодня я пришла с тем, что пусть мне дадут детализацию, куда я пойду. Выше, значит, остается идти. А все от того, что МОС «Облъерц» плохо информировал жителей Ленинского городского округа о нововведениях. С февраля этого года жители домов, которые обслуживает муниципальная управляющая компания, за все коммунальные услуги будут платить по единому платежному документу. Одна единственная квитанция будет приходить от МОС «Облъерц». Организация заключила договор с МУП УК ЖКХ. Только вот большая часть населения не в курсе этих новаторств и уже оплатила услуги по двум платежкам. Те люди, которые оплатили еще по старому документу в МУП, данные денежные средства будут перечислены в наш адрес и зачислены на лицевые счета за февраль жителям. То есть этот информобмен, он на сегодняшний день уже организован. То есть мы ждем от МУПа реестр, так называемый безденежный, для того, чтобы зачесть людям на лицевые счета. В случае, если вы уже оплатили квитанцию из МУПа, жировку за февраль из МОС «Облъерц» оплачивать не надо. По словам руководителя подольского управления организации, никаких пеней за это гражданам начисляться не будет. Но задвоенные платежки – это не единственная проблема в связи с переходом на единый платежный документ. Некоторые люди возмущены увеличением стоимости за коммунальные услуги. Говорят, до этого платили примерно одинаково одну сумму, а в феврале сумма гораздо больше. По мнению граждан, в МОС «Облъерц» не учли показания счетчиков. Платила в прошлом месяце, я платила 2900, а сегодня они мне выставляют сумму 4800. Платежка отличается из-за того, что в новом биллинге, который у нас, нет истории показаний. Все люди, которые сейчас передают показания, мы их оперативно принимаем. И большая просьба людей, чтобы они передали показания. Для того, чтобы мы могли на показания людей счетчиков воды, электроэнергии, счетчиков газа сделать корректировку. Опять же, они в следующей платежке увидят корректное начисление по своему прибору учета. Представители МОС «Облъерц» обещают наладить процесс, который изначально был призван облегчить жизнь населению. Ведь один платежный документ – это гораздо удобнее. В региональной организации уверены, уже в следующем месяце квитанции придут правильные, если люди будут сдавать показания счетчиков вовремя. Есть на платежке два телефона, указанных – это контактный центр, который работает с 8 до 22 часов и принимает показания. То есть можно позвонить, назвать свой лицевой счет новый, который указан в платежном документе, соответственно, передать показания. Также можно передать показания через личный кабинет. МОС «Облъерц» есть личный кабинет «Мой МОС «Энергосбыт» в мобильном приложении. В нем также можно зарегистрировать лицевой счет и передать там показания. Соответственно, остался старый сервис, который был у МУПа. Опустить показания от торгового талона, опустить в почтовый ящик. Но одна проблема все еще остается в повисшем состоянии. Количество окон в видновском офисе МОС «Облъерц». По мнению жителей, его надо расширять или открывать еще одно отделение. Операторы не справляются с потоком людей, чтобы иметь возможность уделять должное внимание каждому жителю округа. Юлия Погосян, Александр Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В районном центре культуры и досуга состоялась консультация с потенциальными кандидатами в члены общественной палаты Ленинского городского округа. Ее провели представители главного управления социальных коммуникаций Московской области, общественной палаты Подмосковья и Совета депутатов Ленинского городского округа. Побывала на мероприятии и наша съемочная группа. Более 30 кандидатов, члены общественной палаты, пришли сегодня на консультации. По установленным правилам, палату на треть формирует местный совет депутатов, еще на треть общественная палата Московской области и на оставшуюся треть аппарат губернатора. Параметров, по которым оценивают претендентов, немало. Это естественно коммуникабельность, это вообще вовлеченность в различные процессы на территории, да, и умение их понять и донести до соответствующих органов власти. Способность анализировать ситуацию, наверное, основные такие члены, ну, естественно, инициативность. Общественная палата – своеобразный мост между гражданами и властью. Именно она держит руку на общественном пульсе, принимает участие в решении важных вопросов. Действующие члены общественной палаты проходят консультации на общих основаниях. Одним из первых в кабинет вошел председатель нынешнего органа Григорий Авдеев. Город, скажите, чего удалось достичь, чем можете похвастаться, какие есть результаты. Ну, результаты, на самом деле, у нас довольно-таки значительные, то есть мы являемся снисаторами нескольких проектов, являемся с организаторами многих проектов. Общественный контроль по отделу там по раздельанию мусорной площадок, раздельный, все пророчные обсуждения – это все наше святое. В списке пришедших на нынешнюю консультацию немало и тех, кто впервые решил попробовать себя в роли члена общественной палаты. Предприниматель Максим Арапов является также исполнительным директором отделения торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа. По его мнению, работа на новом поприще будет весьма полезна для коллег. Я считаю своим долгом, как лидера общественного мнения именно в сфере предпринимательства, как исполнительный директор торгово-промышленной палаты, и я считаю, что моего мнения не хватает именно в общественной палате, как предпринимательского. Нынешняя консультация с потенциальными кандидатами в члены общественной палаты Ленинского городского округа – лишь первый шаг к формированию нового органа. Впереди еще немало важных процедур. Будут собеседования, будет и составление рейтинга, и после этого, только после вот этих всех процедур, мы уже объективно сможем выбрать тех людей, которые будут работать в общественной палате Ленинского городского округа. Планируется, что выборы в состав общественной палаты Ленинского городского округа состоятся в середине мая нынешнего года. После отбора и утверждения кандидатов, первые заседания в новом составе пройдут в июле. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ. В районном историко-культурном центре прошел краеведческий семинар памяти поэта и общественного деятеля, певца пролетарской революции и знаковой для нашего края фигуры Филиппа Степановича Шкулева. Здесь все желающие могли ознакомиться с его творческим наследием, услышать стихи и узнать интересные факты из биографии слова Екатерине Коваленко. Стенды с поэтическими изданиями Филиппа Шкулева, книги о его жизни и творчестве, уникальные фотографии. Для краеведческого семинара по крупицам собрали все самое интересное, чтобы получше узнать о личности певца революции. Несмотря на то, что со дня рождения поэта прошло уже 150 лет, его произведения и сегодня звучат актуально. Шкулев создал границу образов людей из народа, познакомившись с чаями, чувствами и мыслями, сделал то, что не было сделано его более талантливыми современниками – Блоком, Ахматовым, Святаемым, Есениным, Маяковским. И благодаря этому в истории русской поэтии Шкулев по праву занимает почетное место в связи с Некрасовым, Кольцовым, Никитином, Суриковым, являясь и достойным продолжателем. Филипп Степанович – знаковая для нашего края фигура. Он стал первым председателем Волосного совета в Царицине, который в те годы был административным центром Ленинского района. А сейчас районное литературное общество носит его имя. В памяти земляки усилия микроэведов свет увидела книга «Песнопевец пролетарской революции» 700 страниц ярких, пронизывающих шкулевских строк. Ушло около пяти лет. Пять лет работы в архивах, в библиотеках центральных, в исторической библиотеке. Надо было посмотреть, перешерстить огромное количество старых газет. Там были его поэмы, там его были стихи, там были его пародии. У нас здесь порядка 700 стихотворений, которые публиковались не только здесь, в Москве, в Подмосковье, но и в Архангельске, куда он был сослан. Впрочем, останавливаться на этом почитатели таланта Филиппа Степановича не собираются. Первый заместитель председателя общества краеведов Алексей Плотников выступил с идеей создать фонд имени Шкулева на базе историко-культурного центра. И материалов для него уже предостаточно. Всего стихотворений у Шкулева оказывается около 700, но вот здесь опубликованы. А я сказал, что еще надо искать. Вот около 70. И некоторые стихи, они подкупают. И, конечно, встреча была бы неполной без чтения произведений Филиппа Шкулева. Ученик одной из видновских школ Артем Мусаилов продекламировал стихи из, пожалуй, самого знаменитого цикла автора – «Кузнецы». Написанного в революционном 1905 году. Кто, скажи, устроит лучше жизнь тяжелую твою? Я ответила, даряю. Самскую. Екатерина Коваренко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В самом начале календарной весны, накануне женского праздника, в Историко-культурном центре открылась новая экспозиция под названием «Мгновение радости». Здесь распустились пионы и розы, а горные и морские пейзажи соседствуют с сочными летними натюрмортами. На торжественном открытии выставки побывала и наш корреспондент Екатерина Борисова. В Историко-культурном центре новая весенняя экспозиция ее автора Светлана Волокжанина запечатлила на полотнах все, что приносит радость в ее жизнь. Особенно много здесь пионов, любимых цветов художницы. Свою экспозицию автор назвала «Мгновение радости». Морские и горные пейзажи связаны с путешествиями, натюрморты с цветами, с праздниками, а портреты с общением с интересными людьми. Состояние радости, оно присутствует всегда. Я никогда не сажусь за мольберт, за холст, когда у меня что-то, ну не то настроение, или там что-то происходит. Никогда. Поэтому у меня все картины любимые, с хорошим настроением выполнены. Это не первое сотрудничество художницы с Историко-культурным центром. Светлана Воложенна, мы знаем про проекты калейдоскопы, художников Историко-культурного искусства, Дома культуры Воскресенства, Динамо города Москвы. В день торжественного открытия выставки гостей ждала официальная часть в большом зале с музыкальными и танцевальными номерами от творческих друзей художницы, а затем экскурсия по экспозиции. Среди многочисленных пейзажей и натюрмортов выделяется серия портретов, на которых Светлана запечатлела коллег по цеху. Это же руки кузнецов. Посмотрите, огромные, сильные, большие, мускулистые. И все руки как раз каждого, если вот из них вы пройдете, посмотрите, это его характерный жест, который говорит о человеке очень много. Портреты, они завораживают. Ты начинаешь передавать характер, и ты погружаешься в эти особенности какие-то, даже не столько портретные сходства, хотя я очень люблю портретные сходства передавать, сколько передать особенность человека, его настроение. Родные и друзья говорят о Светлане как об очень светлом и позитивном человеке, рядом с которым тоже хочется творить прекрасное. Вот разная, наверное, вот такая же какая выставка, вот такая и мама. Но в целом, наверное, самое первое, наверное, слово, которое приходит на ум, очень позитивное, очень жизнерадостное, постоянно куда-то стремящееся. Помимо того, что она прекрасный художник, она еще потрясающий педагог, проводник каких-то таких вот высших энергий, потому что люди вот все у нее ходят годами, десятилетиями, никто не бросает. На открытии выставки присутствовали и ученики Светланы Балакжаниной, которые подтвердили эти слова. У нас совершенно волшебная атмосфера в студии, мы пишем, поем, что-то едим обычно, свет нас всегда кое-чем-то подкармливает. Но самое главное, что она нас подкармливает творческой энергией, вдохновением и желанием творить. Каждый человек в ее студии находит фактически себя. Она действительно талантливый человек во всех сферах жизни, именно поэтому к ней тянутся люди, именно поэтому, приходя к ней, рождаются шедевры даже у тех, кто никогда не брал в руки кисточки. Помимо живописи здесь представлены батик, роспись по дереву, металлу и керамике. Похоже, художницы Светлане Балакжаниной подвластны все направления живописи и декоративно-прикладного творчества. Так что спешите прикоснуться к прекрасному. Экспозицию можно увидеть до 17 марта. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. В Большом зале Видноской школы искусств состоялся весенний концерт театра-студии детского балета «Арабеск». Хореографический коллектив под руководством Ирины Церингер подготовил праздничную программу, посвященную Международному женскому дню. Театр-студия проводит концерты и открытые уроки для родителей, принимает участие в мастер-классах и мероприятиях школы, а также выступает на международных фестивалях и конкурсах. В репертуаре коллектива большое количество номеров и два балетных спектакля, один из которых «Щелкунчик на музыку Чайковского» в 2018 году на 12-м международном конкурсе юношеских театральных коллективов в Берлине получил диплом за лучшую хореографическую постановку. В студии занимаются более 60 человек от 4 до 16 лет. Как отмечают педагоги школы искусств на протяжении 7 лет, что существует коллектив, у детей возрос интерес к хореографическому искусству и количество желающих присоединиться к танцевальному коллективу с каждым годом увеличивается. Открытый кубок Ленинского округа и кубок Московской области по рукопашному бою состоялись во дворце спорта «Видное». На татами вышли более 400 спортсменов. Наблюдала за поединками и наша съемочная группа. В наше время рукопашный бой является не только военно-прикладным учением ведения боя без оружия, но и видом спорта. В «Видном» состоялись соревнования по рукопашному бою. Ребята до 15 лет принимали участие в открытом кубке Ленинского района, а спортсмены старше 18 лет бились за кубок Московской области. Многие участники были знакомы с прошлых соревнований, поэтому могли оценить своих соперников. Довольно сильные противники, у каждого свой характер, своя техника, так что каждый по-своему силен. Участников было много – около 400 человек. Команда, представляющая городское поселение «Видное», состояла из 67 спортсменов. Все они в отличной форме, ведь большинство было отобрано на первенство России. Соревнований вообще проходит очень много. Практически каждые выходные мы ездим на какие-то соревнования. Поэтому процесс как бы он такой. Одни соревнования перетекают в другие. Оба кубка проводились одновременно. На самом крупном татаме сражались взрослые спортсмены. На четырех вокруг – помладше. Камалиддин Баймирзоев вышел из первого боя за кубок Московской области победителем с большим отрывом по количеству очков. Занимается он больше 10 лет, поэтому в бою чувствует себя уверенно. Раньше в детстве было страх за один, за два дня, за три. Но сейчас уже выступаю 10 лет, уже мандража нет, ничего нет. Чисто на опыте. Многие считают, что рукопашный бой – спорт не для девушек. Однако не только среди зрителей, но и среди участников представительницы прекрасного пола были. Меня в школе обижали мальчики. Это вот первое. Потом я решила, чтобы они хоть начали меня немножко бояться, я решила сюда прийти. Также меня на эту мысль подтолкнул брат. Он начал ходить, и я тоже решила. В настоящее время рукопашный бой достаточно популярен. Зрители любят его за четкие правила и зрелищность, а спортсмены – за многообразие технических действий. Ведь рукопашный бой вобрал в себя наиболее эффективные приемы из различных видов единоборств. Многие воспитанники рукопашного боя служат в правоохранительных органах, служат на благо нашей Родины, страны. То есть патриотическое воспитание у нас в клубе ведется очень усиленно. И, в принципе, рукопашный бой – это такой вид спорта, который объединяет все многие виды. Считается, что рукопашный бой – не просто боевое искусство, а целый подход к жизни. Боец всегда идет вперед, преодолевая многие трудности. Ведь помимо физической силы он воспитал в себе крепкий дух. Александра Столярова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. На сегодня новостей больше нет. Желаю вам всего доброго и до свидания.